МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Информ в студии Наталья Хохлова-Покровская. А мои гости сегодня это Роман Громов и Дмитрий Эрлих. Собственно, у нас информационный повод следующий. С 24 по 30 августа в Одессе первый ежегодный международный фестиваль современного искусства. Работы в различных стилях и направлениях. Видео-арт, живопись, графика, 3D-живопись, мультимедийная живопись, инсталляции, фотографии, спрей-арт. Проекты образовательные и дискуссионные. 7 дней работы выставок. 7 главных арт-площадок города и около 150 произведений. Вы понимаете, какая, ну, в общем-то, это такая махина, я бы сказала, да? И Роман Громов и Дмитрий Эрлих – это художники прежде всего, но они сокураторы этого проекта. А вот о кураторстве я и хотела немножечко с этого начать. Потому что очень часто для зрителя, по крайней мере, есть такое понятие – организатор выставки. Но сегодня чаще всего мы слышим слово «куратор», слово «куратор». И что входит в это понятие, чем занимается этот человек, потому что это совсем отдельная профессия. Я вот автор книги «Пяти лекций о кураторстве» и Виктор Мазиана, да, он сказал, я склонен считать, что жесткого определения того, что такое кураторство, не существует. Это некий вид творческой деятельности, который каждому новому куратору нужно выдумывать заново на пересечении очень разных импульсов. Куратор – это человек, который должен вносить в культурное пространство проекты, окрыленные новыми смыслами. Ваш проект окрылен какими смыслами? Ну, в первую очередь, наш проект – это такая огромная платформа культурологическая, в первую очередь, насыщенная визуальным искусством, посредством которого мы хотим достучаться до сознания зрителя, чтобы, ну, как-то более активнее, более быстрее в нашем городе начала развиваться, ну, такая современная культура, да, чтобы она пришла в наши дома побыстрее, потому что, ну, как нам кажется, ну, я даже так смотрю, когда езжу в разные страны Европы, мира, смотрю, ну, мы где-то отстаем на лет 30-40, вот, иногда вот так вот такое мнение складывается. Вы имеете в виду Украину? Да, 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 потому что даже Россия уже в этом плане шагнула намного дальше, ну, там просто есть нефть, которая это оплачивает, вот, у нас нету нефти, которая это оплачивает, но это не значит, что мы должны стоять на месте, мы должны двигаться вперед, и мы из Диме поставили, ну, одна из целей, это, естественно, двигать, двигать, вот, культуру, визуальную культуру, визуальное искусство, как бы, в массы, вперед, и Одесса, как город, который утверждает, что она культурная столица, что она культурная столица Украины, вот, здесь, как нигде, должен быть двигатель, вот, Киев, понятная столица, там всегда будет что-то, но Одесса в этом плане последняя... Одесса дала миру такое количество талантов, да, да, что... Ну, и при этом сейчас Одесса, ну, довольно так в тени стоит, потому что все-таки фестивалей у нас мало, в основном это еда, либо вещи, но еда и вещи не развивают личности, это первичные какие-то потребности, а все-таки современное искусство, это, как бы, тут надо думать, размышлять. Знаете, очень не любит это сравнение Михаил Рожковецкий, но, тем не менее, я говорю, что у вас родни где-то, наверное, астрологам, потому что вы, как бы, предлагаете взглянуть чуть-чуть в будущее, чуть-чуть вперед, потому что иногда, действительно, вот я увидела картину Гусева, «Птица и птах», да, он написал ее до Майдана, по-моему, за год. За год. То есть, вот, я не знаю, на каком-то космическом уровне, вот, ощущение, вот, раздумья на эту тему, я не знаю, откуда он взял это, но абсолютно четко то, что произошло через год. Поэтому современное искусство, наверное, это, действительно, какой-то вот немножечко, вот, вот, чуть-чуть туда запредел. Конечно, предсказывать, предсказывать, естественно. Но, возвращаясь к работе куратора, вот сейчас к нам, Адима, подсоединится, потому что как художник, а теперь еще и как со-куратор, ему это тоже будет близко. Работа куратора – это не столько работа с художниками, сколько это поиск произведений, которые бы могли проиллюстрировать, наверное, ту или иную мысль все-таки. Изначально идет идея выставки в целом, да? Конечно. А потом вы начинаете подбирать туда работы. И как? Вот как с этим работается? Потому что вы, в общем-то, хотя и есть уже опыт и стаж, но, тем не менее, все равно вы еще достаточно молоды. Это самая, мне кажется, приятная часть работы в организации, в фестивале, и выставки копошиться в этом архиве прекрасно. Вы насматриваетесь, да? Конечно, очень много. Это очень много. Подтывающихся идейками всякими. Это такой пинг-понг. Да, это очень хорошее. Да, иногда мы вот так вот что-то смотрим-смотрим, иногда работа просто нас наталкивает вообще на еще один проект отдельный, целый, большой. Или поворачивает. Либо мы просто хотим ее представить, иначе по-своему, мы предлагаем это художнику, чаще он соглашает. Выделить зал, делать фоны какие-то, то есть сделать атмосферу для его произведения искусства. Ну, то есть, вот это, кстати, одна из главных задач тоже современных кураторов, делать атмосферу. То есть, повесить работы – это одно, а показать Шишкина, который уже 150 миллионов раз показывали, по-другому, чтобы зритель современный воспринимал Шишкина заново, понял, полюбил его. Для этого надо в музее сделать лес, настоящий лес, и повесить, внедрить его работы в этот лес. И тогда, ну, эта интерактивность, которая сейчас вот как никогда важна в выставках, интерактивность, она зрителя просто заставляет по-другому мыслить и смотреть на понятное, привычное произведение искусства, которое он как бы, ну, уже почти не замечает. А этот лес его подпитывает и выталкивает заново вот это произведение искусства. То есть, приходя на выставку, вы не приходите в зал, где отдельно на стеночках висят какие-то картины. Вы должны погрузиться в это пространство. И куратор должен организовать именно это пространство. Макс Фрай сказал, по большому счету, кураторская деятельность – это такая принципиальная, иная форма авторства в искусстве. Конечно. То есть, куратор – это автор. Но есть такая еще замечательная фраза, что лучшие кураторы, как вы думаете, это кто? Художники. Художники. Конечно. Почему? Это кураторский проект сам по себе. Вот мы с Димой сейчас делаем этот большой фестиваль, и когда нас спрашивают, а где ваша работа здесь? А мы говорим, вот это все наша работа. Это и есть наша, да? Это и есть наше произведение искусства. Этот фестиваль для куратора, когда делает проект, это его художественное высказывание. И вот почему даже тот же Виктор Мизиана говорит, что хорошие кураторы, если он еще и художник, то это вообще, ну, очень хорошо. То есть, он может построить экспозицию, он понимает, как он, он видит, как художник, прежде всего, размещение того или иного произведения искусства. Это очень важно. Ром, ну, мы вот даже вот за кадром говорили о том, что не всегда сегодня, не всегда привычен зритель, который приходит и начинает думать, да? Приходят на выставку, называется, ну, покажите, что здесь красивенькое. Красивенькое, вот это еще замечательное слово. И не очень готовы к тому, чтобы стоять над какой-то работой и задумываться. Продумали ли вы вот такой, расчет есть на такого зрителя, что вот придет зритель, который не очень готов, что-то, какие-то подсказки, какие-то, может быть, на этих площадках будут, я не знаю, лекторы, что будет? Ну, мы продумали целую серию лекций, завтраков. Я думаю, это такая очень плотная образовательная программа, которая, в принципе, поможет. То есть те, кто любопытствует, могут... Конечно, безвозмездно попасть на любую лекцию в галерее InVogue или вечером в течение этой недели, либо на умном завтраке в кафе Дизенков, поговорить и задать вопросы после лекции на следующий день с утра тому или иному лектору в контексте его лекции, либо в контексте всего фестиваля. То есть мы специально продумали это, чтобы, если они будут эти вопросы, чтобы они задавали не нам их, а вот задавали именно кураторам уже с большим стажем, искусствоведам, таким как Михаил Рожковецкий, Александр Соловьев, куратором эстетского арсенала, Алиса Ложкина, замдиректором эстетского арсенала, Станислав Силантьев, львовский куратор. И, собственно, Тайя Галаган, она преподаватель, она преподавала в Канаде долгое время, сейчас она в Киеве. Ну и, собственно, звезда Олег Кулик, который куратор, художник, общественный деятель и просто очень умный, интересный человек, с которым можно просто так поговорить. С которым нужно пообщаться. Пообщаться, да, вот просто так. Он просвещенный, ну, то есть, таких называют просвещенные люди. Итак, про публику мы поговорили, да? То есть на необразованную публику там тоже будет какой-то свой расчет, потому что придут... Ну, в принципе... В принципе, вы заинтересованы как раз в необразованной публике. Да, мы заинтересованы во всех. Да, во всех. То есть от мала до велика. Мы продумываем, я лично вот всю свою деятельность, куратор, я всегда продумываю не сухие концептуальные жесты, проекты там для себя, для какой-то узкой тусовки. Я всегда пытаюсь, чтобы любой зритель понял этот жест, чтобы даже маленький мальчик пришел и, во-первых, заинтересовался, а во-вторых, он что-то свое тут начал думать, размышлять, как-то что-то трогать, интересно, чтобы его завораживало это. Потому что при всем уважении к Айвазовскому, мальчика не будет это завораживать. А вот какая-то инсталляция, через которую там надо пройти, пролезть, дотронуться, это же целый вот этот интерактив, который сейчас вот очень тянет зрителя, очень тянет. И мы для этого продумали специальную площадку, которую сделали из нее площадку. Это просто было заброшенное помещение. Это где? На чайной фабрике. Да, на четвертом этаже. Это старый цех, гигантский просто, который мы просто превратили в галерею современного искусства огромную. И нам очень бы хотелось, чтобы зритель вот туда пошел. Это тоже некий интерактив, там надо пойти, подняться на лифте. Такой квест, да? Да, 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 такой квест, именно квест. И это часть задумки нашей с Димой, чтобы вот такое было, такой квест, а потом открываются двери и так бах. Ну, там, да, там, получается, такой путь к галерею стоит через какие-то промышленные, какие-то непонятные убитые… СТО. Да, СТО, какая-то куча мусора. Да, и ты поднимаешься… Мы хотим подчеркнуть, собственно, у нас одна из важных, как мы считаем, проблем в Одессе – это архитектура и то, как за ней следят и ухаживают. Вот, и мы хотим подчеркнуть плачевность, наверное, нашего города. Да, наши страдания, да, и наши рыдания, и наши, так сказать, желания. Кто бы, да, кто бы пришел и сделал это. Ну, и, собственно, мы бы, наверное, с Димой так сильно не запаривались по этому поводу, потому что мы, на самом деле, очень проделали огромную работу. Нет, работа титаническая. Да, да, и если бы у нас в городе, как я уже давно мечтаю, мы давно мечтаем, если бы у нас какой-то инвестор или кто построил центр современного искусства… У меня, знаете, какой вопрос следующий? Что не хватает кураторам, кроме денег? Вот, ничего. Не хватает, не хватает вот такой вот крупной институции, вот, которая бы могла позволить… То есть, когда есть такая институция, мы в Одессу… Тогда уже можно общаться, чтобы провести в Одессу выставку Марселя Дюшана. Или, ну, то есть, вы представляете, в Украине… Горелись с глазами, все зрители поняли, отчего… Но тогда Пикассо, тогда Пикассо. Когда вот в Украине просто в Одессу привозят ретроспективу Павла Пикассо. Но это фурор, это фурор. Но его некуда сюда привезти. Куда его привозить? Наши музеи в плачевном состоянии. Денег у них на такой привоз нет. Та сторона не заинтересована, потому что у них гастроли по миру, прописанные на десятки лет вперед этого Пикассо они катают, вот. Переговоры вести можно, общаться можно, все открыты. И можно эту выставку сюда привезти. Но у них же есть райдеры. Ну, где показывать, как это будет, сколько денег в ход, как это будет выглядеть, какая реклама. Страховки гигантские, транспортировка этих работ стоят сумасшедших денег. От Пикассо стоят полгоря до нас. То есть просто привезти, не то что взять, положить машину и перевезти через какую-то границу, это стоит гигантских денег. Одного холста. Одного, а тут ретроспектива. Грубо говоря, это супер дорого только на транспортировку. Даже если тут весь город соберется и покрасит, любой сделает ремонт, этого тоже не хватит. Пока такой формат может замахнуться только Виктор Пинчук или Мастерский Арсенал, хотя и у них хватает своих проблем. Как площадка они уже более-менее мощные, но по поводу финансирования, тут остается желать лучшего. Но тем не менее у вас на выставке тоже очень много знаковых имен. Есть. Очень много знаковых имен. Сейчас мы посмотрим маленький ролик. Это вовсе не показательно. Это просто, ну как вам сказать, иллюстрация, маленькая иллюстрация к будущей выставке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я начну коротко, быстренько расскажу вам. Музей современного искусства Одессы. Это Фил Фраерман, Юрий Егоров, Олег Соколов, Дина Фрумина, Николай Шилюта. Плюс спецпроект фотохудожника Александра Шевчука. Проект Александра Замковского и Мирослава Ягоды. Дистанция 0. Это только музей современного искусства. Там еще поляки молодые в артерии. В артерии, правильно, в артерии. Да, это сейчас я скажу. Да, пространство инициатив артерия. Это у нас практически Краков весь тут приедет. Нам польские художники. Чай-развесочная фабрика. Там тоже спецпроект. Да, специальный коллективный проект. Инсталляции, графика, фото, видео. Александр Ройтбурд, Лариса Звездочетова, Рома Громов, Оксана Коневец, Оз Франсуаза. В общем, там очень много. От маститых до юных, да? Да, да. Галерея современного искусства худпрома Жуковского 6. Проект Таисии Галаган. Да, Тая Галаган. Таисий, да? Да, Тая. Она сказала, что она Тая. Ага, ну, извините, да? Это принципиально, оказывается. Парк Шевченко, Зеленый театр. Лекция. Собственно говоря, вот сейчас мы посмотрим маленькую для того, чтобы те зрители, которым интересно послушать лекции, а я думаю, что им интересно будет очень многим, потому что лекторы уникальные, лекторы интересные. Они рассказывают так, что вам будет хорошо и все понятно. Дайте нам, пожалуйста, нарезку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот глазом пробежали. И будут знать, что если где-то увидели, остановились, почитали, еще посмотрели. Далее. Галерея современного искусства на Екатерининской, 25. Там будут лекции. Там лекции. Там лекции. Вот тех лекторов, которых вы только что увидели. 24-го презентация всех спонсоров, официальное открытие в Музее современного искусства. Да. И, наверное, важно сказать, что экспонаты были получены. Откуда экспонаты, которые вы собирали? Ой, со многих концов вообще. И из частных коллекций очень много. И частных, да. Из музеев. Ну, Семен Борисович Кантер проделал огромную работу в контексте фрейрмана. Низкий поклон ему. Потому что он собрал со всех коллекций. Со всех коллекций, которые только можно было, он собрал. Его учеников, фрейрмана. Все, что есть в Одессе, мы под одной крышей соберем на фестивале. И в какой-то степени это, как говорил Семен Борисович, что это большой прорыв. Потому что тем самым мы соединили все музеи, всех коллекционеров в одно. Наконец-то. То есть сейчас объединились. Объединились наконец-то. Да, без лишних слов, вражды или каких-то нюансов. Мы все объединились для большого дела, чтобы показать зрителю вот такой срез. Серьезнейших художников, которые жили на нашей любимой территории, городе Одесса. И что характерно... Практически столетия. Да, да, да. Практически столетия. Мы показываем век. Век, да. Да, да. И последняя выставка фрейрмана была в Киеве 60 лет назад. В Киеве в Союзе художников больше. И на долгое время наш город вообще не видел все по коллекциям. Ничего никто не делал, ничего. Все утихло. Все утихло. Ну и фонды музеев тоже подбросили все, чего могли. То есть вот это объединение произошло. Да. Как вы считаете, ту сверхзадачу, которую вы для себя поставили в самом начале? Я не спрашиваю, как родилась эта идея, потому что, наверное, как у Ахматовой, да? Когда вы знали, из какого сора стихи рождаются. Да, из чего родилась идея, вы, наверное, уже сейчас и не вспомните. Нет, мы помним, но мы не будем говорить. Мы не будем говорить. Мы потом расскажем, когда проведем фестиваль, там, потом, если у нас будут спрашивать, мы расскажем, откуда родилась идея, и это будет... Очень весело, я так понимаю. Очень, да, потому как вы оба улыбаетесь. Да, это будет очень весело. Как вы считаете, подняли вот тот пласт, который вы хотели поднять? Не совсем. Мы хотели еще больше поднять. Мы хотели... Ну, процентов 50, что мы хотели сделать. 50. То есть все вот то, о чем мы сейчас говорим, это уже классно, это много, но мы хотели еще больше. Мы хотели взять именно, сделать мероприятие, чтобы вся Украина затряслась. Ну, вот, в культурном плане. Ну, нормальные одесские амбиции. Да, да, совершенно, совершенно нормальные одесские амбиции, собственно, нормальных одесситов, которые хотят, чтобы в их городе были самые классные выставки, вот, самые хорошие события. Так как нас очень... нам не нравится, что нас игнорирует столица часто, мы как художники знаем, нас часто не берут на выставки, там, конкуренции. Это, наверное, тоже наша, как вам сказать, Одесса всегда, Одессу всегда побаивались, Одессу всегда... Чего бы это ни касалось, как только появлялось слово Одессу или одессит называется, ну, понятно, он будет сейчас лучшим, поэтому лучше сразу задвинуться. Да, 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 все так, все так. И КВН пережил это все, и музыканты многие это пережили, и художники. Все именно так, и вот, когда мы с киевлянами общаемся, они, вот, они говорят, да, мы вас очень любим. Вот, проходит месяц, идет какая-то выставка, мы говорят, а где мы... Что-то в этот раз не очень получилось, да? Да, не получается. Да, при этом мы их представляем, мы их как раз любим. Да, мы их любим, у нас нет никакой вражды, мы, наоборот, хотим, наконец-то, чтобы они рассеяли какие-то вот этот туман у себя, чтобы мост, наконец-то, был закончен между нами всеми. Ром, вы занимаетесь 6 лет, да, вот, вы, в общем-то, такой активный куратор, активный куратор. Вот за эти 6 лет, тем более, претерпевались еще и политически очень сложные, да, вот, ломка, разделение и так далее. Как вы считаете, в Украине стало сложнее заниматься кураторством, или за счет темпа может быть легче? Потому что кризис это всегда взлет и падение, да? Ну, да, в какой-то степени сейчас нужно это делать, и почему-то только сейчас мы с Димой решили это сделать, хотя могли это сделать еще давно. Но, опять же, не к ночи сказано при том же клятом Януковиче, да, если бы мы задумали такой фестиваль, я думаю, что спонсоров мы нашли бы больше, потому что все-таки те парни, они... Они фраера, просто. Они фраера, да, у нас вот фраерманы фраера, фраера фраерфест, и одесские фраера, и вообще вот те все, они все фраера, они... Для них это святое дать на такое деньги. Но, как бы, время прошло, не срослось, ничего страшного, мы не расстраиваемся, но сейчас, конечно, когда мы начали искать средства на фестиваль, то мы столкнулись со стеной непониманием, тогда те не понимали тоже. Да. Но те ради понта, ну, как фраера, дали бы и все. А здесь сейчас вот те же фраера, которые одесские там могут давать, они сейчас как-то очень боятся и не понимают, они... Они не знают, плюс это или минус. И минус, они не понимают, что делать. Если дадутся, а если минус? Они не понимают, что делать, как делать. Мы им говорим, ребята, ну, вы понимаете, что... Вы прославитесь. Да, ну, далеко не надо ходить, вон, Абрамович, Пинчук, вот, то есть, ребята, что бы не было, но их никто никогда не тронет, потому что они столько уже сделали для культуры, что, ну, грех таких людей трогать просто. Ну да, не нужно даже строить церкви. Да, не надо строить церкви. Они уже и подлетели, да. Конечно, конечно. Это достаточно. Конечно, зачем? Ну, это тоже надо делать, естественно, но хватит уже, у нас и так много этого всего. Перенасыщенность уже. Да, давайте уже построим какие-то центры современной культуры, где будут просвещаться с самого детства. И тогда, когда ты в 12 лет приезжаешь, там, или в 11, допустим, попадаешь в атмосферу европейских каких-то детей, то есть ты понимаешь, о чем, куда, зачем, у тебя уже какой-то вкус, понимание, куда ты идешь, что ты видишь, а не как дикий кидаешься. А что это меня, а куда это меня ведут? Что-то музеят, что там делать? У него в голове, что он в этот музей ходил в школе, куда-то здесь, в Украине или в Одессе. И то, потому что хотел прогулять. Да, какие-то там им показали какие-то работки. И он думает, ну, музей это та штука, куда там грязно, какие-то бабушки непонятные. И там скучно. Да, да, сидят непонятно, что. А когда в европейские музеи, там все, там туда все ходят. Там до 16 лет вход бесплатный, для того, чтобы специально туда могли ходить дети, школьники, постоянно. Но там же, когда ты туда попадаешь... Знаете, нас так много лет водили табуном, и это было скучно, что, наверное, сейчас появилась некая жажда. И поэтому все-таки сегодня народ идет. Народ идет. И детей тоже стали водить. Я смотрю по театральным площадкам, по всему. Потянулись обратно, да. И выставки, которые проходят даже на Западе, которые собирают сегодня огромные толпы людей. Раньше тоже это пошла вот эта тяга, потому что мы это стали ужасно утрачивать. Какой-то период утрачен был. Хорошо. Мы начали нашу программу с такого объявления. Первый ежегодный международный фестиваль. Когда я в редакции вам зачитывала, Дима сказал, ежегодный там международный. Я говорю, нет. Указано ежегодный. Раскрывайте тайну. Это мечта? Ну да. Ну да, большая мечта. Конечно, мы хотим поставить на поток и сделать из этого машину большую, которая будет работать постоянно. И в какой-то момент мы хотим, чтобы Одесса была такой серьезным городом на культурной карте мира. Куда будут ездить, как в музей Прада в Мадрид, как в центр Папиду Париж. Ну вот, ты приезжаешь в Одессу и тебе надо бежать туда, хотеть, что там идет, что, кого, кто, что там показывают. Это же одесситы, они что-то придумали там интересное. И у нас просто, это же такой вклад в казну. Ну, опять же, огромные те города, те музеи зарабатывают колоссальные миллионы евро за год. Там 10 евро вход. Туда стоят толпы целый год. Там эти музеи, они уже могут помогать финансировать город. Музей финансирует город. Не город помогает музей, а музей. Потому что музей настолько уже самобытный за счет этих своих вот этих проектов. Там привезли Пикассо. И год туда ездят на этого Пикассо. И по десяточке капают, капают. Замечательно. У нас осталось 30 секунд. Мои дорогие, Рома, Дмитрий. Вот там камера, там одесситы. Я обычно так заканчиваю программу. Обращайтесь к ним. Давай, Ромчик. Дорогие одесситы, вы наши любимые, ленивые. Мы вас очень любим. И все делаем только для вас. И очень хотим, чтобы вы летом еще не холодно, дожди не льют, ничего. Просто вышли из своего дома или с пляжика. И пробежались по выставкам, которые мы для вас, для вас не для себя, мы для вас это делаем. Для зрителя в первую очередь. У нас в Севии уже много выставок. Мы хотим, чтобы вы были заодно с нами, заодно с городом. Вы самые лучшие на словах. Мы хотим, чтобы вы были самые лучшие внутри. Чтобы вы приезжали в любой город и говорили, а у меня в Одессе такое делают, чтобы все знали. А теперь главное, чтобы вы были свидетелем, что делают в Одессе. Придите, посмотрите, чтобы вы были. Я скажу об этом. В 5 часов открытие первого фестиваля международного в Одессе. ФРФС «Приходите» Белинского 5. Белинского 5. Музей современного искусства Одессы. Дим, два слова. Приходите, господа. Хорошо. Лаконично. Краткость сестра таланта. Итак, с 24 по 30 августа у вас есть возможность попасть на первый ежегодный международный фестиваль современного искусства в Одессе. Идите, идите обязательно. Идите, смотрите. Не понимайте, понимайте, разбирайтесь, слушайте лекции. Но будьте, потому что то, что они чувствуют, это будущее. Это наше будущее. Спасибо, что были с нами. Продолжение следует...